Глядя на них, понимаешь, красота это прежде всего сила воли плюс характер. В Чебоксарах прошел чемпионат Чувашии по бодибилдингу. Вместе с судьями, атлетические формы участников оценивал и наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Их вид спорта сродни работе скульптора. Они берут тело и отсекают все лишнее, делая его прекрасным. В Чебоксарах прошел открытый чемпионат Чувашии по бодибилдингу. Желающих показать на публике и перед судейским корпусом результаты трудов над собственным телом набралось 34 атлета. Если еще четверть века назад бодибилдинг у любителей силовых видов спорта ассоциировался прежде всего с мужским телом, то ныне инициативу перехватили представительницы прекрасной половины. Пять из восьми оговоренных регламентом категорий, в которых разыгрывались титулы чемпионов Чувашии, были женскими. Именно женщины стремятся больше как-то поменять себя внешне, построить свою форму, построить красивую фигуру, построить спортивную фигуру, фигуру пропорций. Мужчинам, конечно, посложнее заниматься собой, видимо, в наше время. И большую массу, большую мощную массу накачать достаточно сложно. Видимо, как-то так женщины перетягивают на себя этот спорт. В соревновательную часть чемпионата открывали участницы категории фитнес-бикини. Чертова дюжина претенденток по росту была поделена на две группы. Спортсменки до и выше 164 сантиметров. Остра конкуренция со стороны соперниц из Москвы, Самары, Казани, Уфы и Ульяновска не помешала показать себя во всей красе хозяйкам чемпионата. Екатерине Лисицыной и Дарье Барановой соответственно. В рамках чемпионата участницы попробовали себя в новой категории – вэлнес. Титул победительницы завоевала инструктор одного из чебоксарских фитнес-центров Лаура Григорьева. Новоявленная чемпионка Чуваши свое направление в бодибилдинге охарактеризовала коротко, но емко. Вэлнес – это категория, где по достоинству оценены русские размеры. Не остались без внимания и мужчины, каждый выход которых на сцену столичного дворца самбо сопровождался аплодисментами не только зрителей, но и коллег, женщин. И если бы, судя при определении чемпиона, руководствовались уровнем шумовой поддержки, то вне конкуренции был бы 36-летний ежкаролинец Владимир Копылов, подавший заявку сразу в двух категориях. Очень доволен, я 10 лет не выступал, в последний раз это было в 2009 году, тоже осенью. Вот решил, было много, конечно, обстоятельств, которые были против, но тот пацанам сказал, что выступлю, решил выступить, нисколько не жалею. Форму сделал, честно, лучшую, но не все, что мог. Хозяева чемпионата без золота не остались в категории пляжный бодибилдинг. Лучшим было признано выступление ново-чебоксарца Сергея Иванова. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.